Зеленский и Варфоломий не смогли договориться о подписании соглашения. Религия и мировоззрение Зеленский и Варфоломий не смогли договориться о подписании соглашения 22-20. 8 августа 2019 года РИА Новости, Стрингер, президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Одесского морского порта. 13 июля 2019 года. РИА Новости, Стрингер. Москва, 8 Авк РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и Константинопольский патриарх Варфоломий не подписали соглашение по итогам встречи, сообщил телеканал 1 плюс 1. Ранее Зеленский встретился с Варфоломеем в рамках визита в Турцию и провел переговоры. 31 июля, 08.00. Религия и мировоззрение. С Украины не вышло из-за этого скелеты в шкафу патриарха Варфоломея. Как сообщила корреспондент телеканала, соглашение готовилось заранее в патриархате в сотрудничестве с МИД Украины. По информации 1 плюс 1, документ не носил политического характера и затрагивал экологические проблемы. Причины срыва подписания соглашения не называются. Новая церковь Украины. В декабре 2018 года в Киеве состоялся так называемый Объединительный собор, на котором была образована новая церковь Украины. Это произошло в результате слияния двух действовавших в стране неканонических церковных структур. Главой новой автокефальной церкви стал митрополит Епифаний Думенко. Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Ануфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение собрания в Киеве ништожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей. 30 июля, 17.00 Религия и Мировое зрение. Элодская церковь ответила на слова Епифания о признании новой церкви. В начале января Константинопольский патриарх Варфоломий передал Киеву Тамасу об автокефалии новой церкви. Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основы в от парафии, приходы, за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя. В Русской Православной Церкви такую автокефалию назвали пустышкой, а день подписания Тамаса трагическим в истории Вселенского Православия. Уже через несколько месяцев раскольник Филарий Денисенко заявил, что новая церковь разделилась, и обвинил Думенко в нарушении договоренностей, достигнутых в рамках так называемого Объединительного Собора. Субтитры создавал DimaTorzok